скорее больше на экономику наверное даже чем на какие-то другие фазы цикла да это все за даже куплю такой купол сверху накрыть чтобы не все без воздуха ну какая давай-ка запишем и что надо было трубами сейчас я посмотрю на него подожди да посмотрела запомнила определила так я готова но мы смотрели на парашют который был проделан сзади вот именно это было действие сделано для того чтобы затормозить продвижение экономических каких-то реформ что такое идет они сильно в экономике но вот такой смешно развитие блока варшавского договора экономической взаимопомощи они сделали нато как это сделано просто планники либо это план был если смотреть на этот парашют если его рассматриваю он такой как из клочков разных шит ну то есть это можно сказать что флаги разных стран вот берешь и сшиваешь именно парашют такой это именно так и выглядит это сделано было на разных уровнях то что это на физическом уровне как создание некой организации это само собой но здесь идет подключить еще на каких-то вот одна настройка и другая настройка на этом идет это идет на магическом уровне довольно серьезно магическом уровне вот недаром это идет как парашют который сшит сверху знаешь это как разные флаги вот связывается в кучу и это идет сила усиления за счет но один другой все вместе как усиляют ну как люди хоровод водят закручивает энергию передают так и эти флаги должны были таким образом работать что они собирают энергию из государств государства соответственно из людей закручивает эту энергию передают дальше усиляют какой-то эгрегор у них свой эгрегор был соответственно ну вот этот вот натовский да и дальше они тоже кормили кого-то из этого но это же другая история и на символьном уровне кроме того что это была магия это было как впихнуто я вижу это знаешь как вселенная немножко раздвигается вот так как разрезают вселенную и слой информационной вот такая широкая прошивка идет вот именно много-много вопросов ответов много-много ключевых каких-то позиций когда за правду за приходил запрос и земли вот упирался именно в этот искусственно всунутый слой не знаю понимаем я понятно расскажу потому что я вижу хорошо а как объяснить на настроек таких еще вижу три это однозначно вот это одна потом и так 2 3 это от этой ситуации и они взаимосвязаны скажем так ну то есть у них соприкосновения есть между собой в этих настроек а есть еще другие настройки которые тоже искусственно но они не всунуты в информационный слой они или под ним или над ним то есть структуру его не нарушая скорее плотнее находится пониже они не нарушают его структуру там по моему одно такое есть один большой класс который но не нарушал гармонию вселенной скажем так не продавливал с собой своя сила информационный слой этот туда символ мироздания который не продавливают фенков судью да и всю компанию поливал верхний слой покажи синим да показала и вытаскивает оттуда правильно не нужно вот так не гармонично это все даже если они хотят на уровне игры реальной системы или структуры это должно быть более гармонично а если они продавливают силой эгрегора вот вселенную под тебя изменяют да это против осени и так делает вытаскивает эти полосты просто во вселенную из информационного слоя просто пусть они сами встраиваются насколько смогут и взаимодействует насколько смогут вот то что сшивала разные влаги ниточки собачек пусть и пусть но там для 2 свой какой сейчас посмотрю я проверяю собачки да все хорошо я просто им не нужно давать четких команд просто объяснить и они делают но я проверила так ли они сделают свои дела туда запускай всех тогда и пантеры да все работает они там второй слой который связан с этим это обратно какое-то объединение но это объединение идет как экономическое какое-то оно связано с этим натовским скажем так на нам меньше по размерам немножко не такое насыщенное и мне идет что-то связано вот с экономикой тоже что-то такое между разными как но между разными материками даже я вижу да вероятно это я сейчас просто не слышу его название я просто вижу на карте вот европа эта часть европы как то которая вот англия франция вот туда ближе побережит а западная европа и вижу в америке да тоже есть вот америка тоже таким от подсвечена но название почему-то не идет да кто угодно может дать тут может пантерки могу да все хорошо это сделано гуляют по западной европе по штатам в то время а трубман посмотри кто это и был ли в роли и что ему надо но скажем так его роль и функция сводилась тому к тому я вижу но именно в соотношении с этим с этой ситуацией которые мы сейчас рассмотрим вот этот первый как парашют который это тут четко его вижу но как знаешь как его фотография на этом сам лежит как отпечатать его на этом сам лежит вероятно он какую-то роль достаточно значительная в этом сыграл поэтому так просматривается его прям там энергетика весь план разрушения ссср это он план далеса и так далее смотри а какие у него функции как он что он в рое делает в рое первичном или той который сейчас на земле прости я не слышала начнем с того кто сейчас который нынешний современный того времени да я поняла это достаточно высокий уровень на по моему не самый выше это по моему 32 уровень даже не третий то есть сверху еще есть ступеньки подыматься вроде еще есть куда вот если на него смотрю когда он пришел это был наверное ли 30 или 31 за то что он выиграл выбор и ему сразу как бонус дали какой-то еще повыше уровень но это все равно не самые высшие хотят очень высокий для масонства это очень высокий уровень да там чакральная система я смотрю на тот уровень абсолютно искусственная но в том времени примерно на 50 год смотрю да или какой там например на 50 квантовый компик и шарики медузки на то время на то время это все абсолютно в полном боекомплекте если можем так сказать квантовый компик это количеством 21 вот в основании вот те у него череп и подмоначник соединяется и один внизу тот который побольше тут внизу на уровне вот где корневая чакра скажем так а вот тут где он физически находился тысячи или часто хоть не сейчас я не вижу чтобы он находился но я вижу что изначально находился возле какого-то здания я вижу изначально это здания и вижу памятник возле него но что это это здание не идет информация памятник на коне либо один нет один человек но он сидит он не на коне он просто сидит у него в руках что-то ладно посмотрим но это штаты но да это штаты однозначно вот книжка какая-то что-то у него в руках он вот так сидит книжку какой-то но что-то вот или но что-то в руках вот так вот держит большой такой памятник между колонн сидит но это я не вижу для насколько он находится в пространстве просто как ориентир пришло мне вот этот памятник и рядом с ним какой-то то не вот памятник к нему спиной расположен лицом куда-то другой то есть такой большой памятник и в него еще заложили то что в ритуалы были на сталина одному из первых якобы президентов это мы с ним когда-то что-то работа да да но я тогда вероятно этот а какое там здание у него на спина нет мои сети интересно ты посмотрите таллий возле этого здания в сериале была я поняла убита матка да я поняла вот в сериале это сразу вспомнила как только ты сказал да потому что это особенная статуя видимо рухнувшие небеса да 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 я поняла что-то там внутрь прям в основании запихали да там квантовый компик держит религию сша то есть саму идеологию сша демократия да это это метко американцев демонократов надо с ним поработать в оригинальном рои он был в оригинальном сейчас посмотрю да был функция кто я не понимаю счетовод или архиватор 3 архиватор там нужно было за какие-то архива отвечать что архивариус я понял а вот все правильно да я сказала а потом чувствую как-то не так да 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 ну заведующий архивом да кстати да он он еще много помните смотри что все его проекты те которые он в этой жизни работ делал на работе да я не знаю он как удавку какую-то вокруг советского союза вот так растянул вот веревка такая удавка это обычно вот так по контуру разложил это чуть-чуть стягивал это называется план анаконда да постепенно удушать по чуть-чуть а потом говорит она сама вот ну а дальше она сама должен да да все верно козел ну сейчас он где-то живет ты знаешь вот идет противоречивое чувство мне идет что нет но по-моему я что-то такое чувство как-то не могу понять покажи его синему и пусть найдет сейчас он в нашей вселенной да он давно умер угу есть где-то мужчина на уровне сорока пяти нет скорее даже пятидесяти лет как-то так он не смотрит странно довольно таки где-то семидесятых что ли умер не знаю но вот такой мужчина сорока пяти пятидесяти лет мне почему-то он таким кажется вот поэтому я и говорю что не могу понять точную картинку потому что информация идет слишком противоречивая покажи теням того тромана покажи душу скажи можно забрать вот он умирает можно забрать где бы он ни был сейчас и смотри где они ее забирают где-то жмопила вырывают ну вот тогда какой сорока пятилетний ну не знаю где я говорю по нем идет плохо информация даже не буду гадать потому что если четко не вижу зачем-то потому что он теням он данный прям со всеми трехомудиями с подключками со всем остальным сколько душ на нем висело смотри ну а в тот момент когда он еще скажем так президент когда он еще при жизни да а там много висело около двухсот что-то или 191 или 216 как-то идут две цифры наверное это те которые вот подарены и те которые его ритуалы и те которые но для его усиления были сделаны мм мм освободить надо конечно ну пусть финки грызут обгрызают они то любят быть освободителями у них кстати получается они сразу и души напитывают как так зачистили по нем информацию как какими-то плитами придавили продавили как на консервации на какую-то я реально или я пытаюсь его найти или информация о нем. Какая-то лабуда идет. Кто, смотри, и зачем? Да, как законсервировали его. Когда умер. Защита. Много всего сделал. Полярного, хорошо. Как на последние дни, а потом он должен где-то всплыть. Обратно же не понимая, какие у масонов последние дни, о которых они тогда еще планировали. Не, я понимаю, какие последние, но чтобы они так подготовились. А вот посмотри, кто знает, в последних днях в то время знал. Да, верхушка практически вся знала, начиная от 32-го и от 31-го даже. Градуса посвящения практически все знали. Они были осветомлены. О том, что есть такая вот вектор развития, и они пытались разные. Это как дорога, вот так, знаешь, одна идет. Они пытались с одной стороны, с другой расширить, или обойти, или обходную какую-то построить. Вот как-то так идет. А они знали, что в конце пути? А там конца нету, там вот так, что-то как такой большой, даже не шлакбаум, а такой шлакоблок огромный. Стена, да. И вот как они видели этот шлакоблок, и как они пытались обойти? Посмотри, как они это видели. А они пытались и сверху перепрыгнуть, хотели бы, и снизу как подкопы делать. И обойти по кругу, по кругу. Может быть, она не по кругу стоит, а вот как-то вот туда, туда. А еще у них был такой план, что можно ее как раздолбать, вот этот вот шлакоблок. Ну да, церном, суки. Был такой план. Все, кто видит это, видел по-свети. Угу. Отдай их синим. Те, которые были полностью осведомлены на тот период, у меня идет не очень большое число, но беря во внимание, что это масштабы мировые, у них всего 618 идет. Ну, отлично. Пусть веселуху синие с ними поиграются. А души теням после смерти. Сейчас из них кто-то жив? Из тех, кто тогда... Ммм, кто-то жив, да. По-моему, 312 сейчас еще живы. Пантерки тени. Ну, они некоторые уже во второй, корнации, скажем так. Они, как вроде, очень спешат. Они, если умирали там, то быстро-быстро на перерождение, чтобы тоже вот участвовать в чем-то. Судья. И все души, которые вокруг них, на них, пусть финки отгрызают, освобождают. Это был как их секрет. Они даже тем, которые пониже стоят, они с ними не делились. Этим они говорят. Идет информация просто, что это было сугубо вот как внутри комитета. А, они откуда знали? Она тоже знала, или? Ну, она-то да, у нее времени нету. Вот интересно, если она знала, то что она лезла в неизбежный конец-то? Времени нету, и конец неизбежный, но пока это не случилось, это можно безвозможных переиграть. Это я вообще не понимаю, откуда я взяла то, что ты сказала. Это был один из, как бы, вариантов, типа, но раз он появился, надо было ей продумать, а она же самонадеянная, слишком, слишком крутая была. Да и женщина. авось пронесет. Ну, нормально. Пронесло. Кто в новой реинкарнации ухал? Из тех, кто знает. Которые на тот момент знали, скажут. Да, и сейчас. А, многие. Даже не знаю, вижу калаш, лит-а-лит-а-лит. Мелькает, мелькает. Все их и к ним всю команду. медсестра. Мелькает. Снайперы. 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 Все ложи поливают. Одни и другие, правильно? Жадкие поливалки. И не знаю, при одни и другие. Малышу покажи этот парашют, и пусть пересчитывает назначение. Да, он говорит, что изначальный принцип неправильный. Он говорит, что там заложена дисгармония самого основания, что это все нужно переделать, если под гармонией вселенной, это все конструкция, они дееспособны, и как-то не так это все нужно делать. Какие-то основы, какие-то паритетные основы, еще что-то нарушено, но там много текста нет. Пусть пересчитывают. Все компы, которые внутри, в основании всего этого, пусть берет и меняет софт сейчас, чтобы сейчас все разворачивалось. Но она изначально не дееспособна. Угу. И вампиризм сплошной. Выкачивание из колоний всего. Он говорит, что если ее сейчас развернуть, чтобы она, ну, на основе закона в нашей вселенной или клона в нашей вселенной, она просто развалится. Пусть разваливается. Это как фундамент, не в ту сторону вообще. Пусть разваливается. Тогда пусть разрушает. Да, как заложен какой-то механизм, который должен вести пересчет. Когда насчитает, хотя бы, да, какой-то части наберется какое-то вот критическое число, она сама развалится, он говорит. Потому что, ну, нельзя, чтобы на таких принципах работала в нашей вселенной. Угу. Отлично. Достаточно. Ждем, когда конец будет Евросоюзу. Субтитры создавал DimaTorzok